В Гомеле прошли масштабное вучение МНС на стратегично значном для региона объекте Гомельской теплоэлектроцентрали-2. Сгодно сценарию на предприемстве отбылся пожар. Воротовальники смогли отпрацовать одразу некольки вариантов ликвидации узгорания. Проверку экстремальными умовами прошли и супрацовники теплоэлектроцентрали. Затым, как передольвали надзвычайную ситуацию, назирал Дмитрий Котау. На године Куполова 11-й, прикладно у Гэты Момонт, по номере 101, поступило поведомление, что на Гомельской ЦЭЦ-2 отбылось узгорание одного из резервуаров. Проходить некольки хвилин, гучить сирена, за территорией можно убашить колонну МНС. 15 одинок спецтехники спешаются на место узникнения пожару. По прибытии житявляется монтаж техничного обсталявания, и воротовальники одразу накеровываются на боротьбу с умовным огнем. Мы отработали несколько схем различных вариаций с учетом специфики объекта. То есть, либо, если это условно неисправен водопровод, то есть мы подключались от естественных источников, либо неисправны пенные коммуникации. Мы, соответственно, использовали наш автомобиль воздушно-пенного тушения. Тактыка специальной в учении МНС постоянно проходит на подобных объектах, подчас яких проявляется самоданность кожного воротовальника и зладженность усих, як одинага коллектива, готового зарабить усе для перемоги над пожаром. До того ж, гэта и махчимость проверки непосредна супрационников предприемства. Подобного рода учения, конечно же, позволяют структуре МЧС вырабатывать алгоритм действий, знакомиться с оборудованием. Ну и нам тоже вырабатывать схемы и системы взаимодействия в Весне с ними, ну и нарабатывать определенный опыт в решении вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возгораниям. Важный момент на любых учениях – не только констатация поспехового выконания нормативов, а лишь и выявление проблемных пытанев, які обовязково необходимо улишивать у будущей не у выпадку реальной надзвычайной ситуации. По проведению учений выявились ряд проблемных вопросов, нюансов, которые мы обсудим с руководством объекта. Не критически, это больше, скажем так, организационное и с их стороны, и с нашей стороны. То есть это больше в плане взаимодействия. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».